Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Багыт». Сегодня у нас в гостях первый заместитель председателя карагандинского областного филиала партии «Нур-Утан» Хадиша Успанова. Добро пожаловать! Хадиша Пазарбаевна, впереди у нас государственный праздник, значимые события, день независимости. Скажите, насколько значимо отмечать нам, гражданам страны, вот это большое событие? Ежегодно 16 декабря мы с вами отвечаем главный национальный праздник нашей страны, это день независимости. В 1991 году был принят закон о независимости, то есть эта дата не случайно появилась. Закон о независимости именно 16 декабря, и наше государство приобрело суверенитет. Поэтому эти 16 декабря определены днем, когда мы отмечаем день независимости. Но и хочу сказать, что эта дата связана с первым президентом Нур-Утан Абишичем Назарбаевым, поэтому накануне мы отмечаем день первого президента. То есть становление нашей независимости неразрывно, и дата, и день независимости, и день первого президента, они как бы взаимосвязаны. Ну и в эти, естественно, день независимости проводится в государстве нашим ряд мероприятий. Это и чествование человека труда очень много, и очень много культурных мероприятий, политических мероприятий. То есть и каждый своим результатом должны показать, какими положительными, хорошими мероприятиями, датами мы пришли к дню независимости. А каковы, на Ваш взгляд, самые большие достижения страны за годы независимости? Ну я думаю, самое главное, наверное, наше достижение, это в первую очередь, мы двухполадный у нас парламент был приобретен, затем мы отказались от ядерного оружия, были определены границы страны, это очень важно, учитывая вот сегодняшнюю ситуацию в мире, да, в глобальном мире, что происходит во время кризиса. Я думаю, это главное достижение, это переход на рыночную экономику, значит, которая интегрирована в мировую экономику. И кроме того, очень много, значит, наша страна стала узнаваемая, она лидирующая, одна из лидирующих стран на постсоветском пространстве, не только СНГ, но и Европы. И очень много положительных за это время у нас достижений в нашей стране, это и идет взаимодействие, сотрудничество с фондом, мировыми фондами, мировыми организациями, это и ЮНИСЕФ, и с Евросоюзом. Это, кроме внутренней политики, то есть очень много у нас мы достигли, в 30-ку, сейчас поставили задачу, глава государства поставила войти в 30-ку развитых стран мира, для этого у нас очень многое сделается. Кроме того, мы сотрудничаем и с другими странами, то есть у нас заключены договора о взаимном сотрудничестве и в экономическом плане, и в политическом плане. И наша страна одна из узнаваемых в мире и по своим экономическому развитию, по политическому развитию, по социально-культурному развитию, то есть любое сейчас это сравнивать, если 90-е годы, 2000-е годы, то сегодня мы уже поднялись на очень высокую ступень развития. И это подчеркнуто еще раз в очередном послании главы государства, когда перед нами поставлены уже амбициозные задачи, несмотря на сложный глобальный кризис, который происходит во всем мире, в том числе и сейчас в нашей стране. В то же время у нас конкретные шаги определены президентом страны, это план нации, 100 шагов, конкретных шагов, как мы должны в это время выйти достойно из кризиса. И в очередном послании, несмотря на сложности, трудности, все социальные обязательства государства, они будут выполняться. Мало того, увеличение заработной платы, это и учителям социальной сферы, учителям, врачам, это социальные выплаты будут, в том числе и госслужащим корпуса Б. То есть очень много, в любом случае, мы многого достигли, благодаря этому мы можем сейчас, я думаю, достойно выйти из кризиса. На сегодняшний день партия Нур-Утан является одной из лидирующих партий. Какие задачи поставил президент, как председатель партии? В первую очередь, вы правильно сказали, что сейчас партия Нур-Утан лидирующая. Мы, в первую очередь, выполняем поручения председателя партии, лидера нации Нур-Утанавиша Назарбаева. Это наши программные документы, это контроль и реализация предвыборной платформы партии. Мы отвечаем за исполнение предвыборной платформы до 2017 года. Это доктрина партии, которые прописаны, те задачи, которые поставлены в стратегии 20-50, что она вообще не взорваем. И, кроме того, реализация посланий, очередных посланий, где там поставлены конкретно задачи, партия Нур-Утан осуществляет контроль за реализацией целевых, отраслевых, и контроль также за целевыми индикаторами реализации предвыборной платформы партии. И сейчас поручение в рамках последнего послания – это проведение разъяснительной работы. То есть мы должны консолидировать общество, главная наша задача, работа с населением по разъяснению программных документов, послания, и, кроме того, реализация тех задач, которые ставит глава государства. Это и эффективное использование бюджетных средств, контроль за реализацией программы Нур-Лужол. Этими вопросами мы, в первую очередь, занимаемся. Ну и достижение всех этих решений данных задач мы осуществляем через реализацию наших партийных проектов. У нас их 13, сейчас они оптимизированы. Со следующего года их будет 9. Это крупные проекты, где мы работаем конкретно с населением, точечно работаем с различными социальными категориями, социальными стратами. Это и с инвалидами, это и с ветеранами работы, это и с молодежью отдельно идет работа, с детьми, с женщинами, со всеми слоями населения. И, кроме того, одно из больших направлений, это именно поддержка и развитие малого и среднего бизнеса. То есть через наши экспертные группы мы изучаем и на наших диалоговых площадках рассматриваем те проблемные вопросы, допустим, или издержки в нормативно-правовой базе, которые мешают развиваться малому, среднему бизнесу, крупному бизнесу. Эти вопросы, предложения мы выносим уже депутатам Мажелиса парламента и в кратчайшие сроки они рассматривают. И если это системные вопросы, то они эти вопросы решают. И большую работу осуществляют наши общественные приемные, которые являются индикаторами мнения, обратной связи с населением. Их у нас 23 вместе с областным в каждом городе и районе. Через наши общественные приемные идет обращение граждан и в электронном формате они могут, сидя дома, обращаться через электронную общественную приемную. Точно так же у нас идет в онлайн-режиме через КАС-почту отдаленные населенные пункты, где не могут приехать, допустим, граждане. Очень удобная форма. Да, они через КАС-почту, мы в онлайн-режиме, вопросы они нам, мы им готовим сразу ответы. То есть с уполномоченными органами, значит, решаются эти проблемные вопросы. Более 4,5 тысяч уже на 1 декабря, 4,5 тысяч обращений. Ежегодно у нас до 5 тысяч обращений, то есть это очень большое количество обращений граждан. 40% их решаем мы сразу на месте. Это в основном вопросы касаются жилищно-коммунального хозяйства, то есть там водоснабжения, допустим, тепло, другие, бытовые какие-то вопросы. И вопросы, которые касаются заработной платы, выплаты. То есть мы стараемся работать с работодателями непосредственно, где идет задержка зарплаты. Мы мониторим социально-политическую ситуацию, те предприятия, где чаще всего есть риски невыплаты заработной платы. То есть мы работаем и совместно с уполномоченными органами, с акимами городов и районов, и с профсоюзами для того, чтобы решить ту проблему этого предприятия, где идет сокращение или невыплата, задержка заработной платы. Кроме того, у нас реализуются еще совместные мероприятия, которые мы проводим. Мы их проводим совместно с неправительственными организациями, с гражданским обществом. Наша задача – консолидировать гражданское общество на решение проблем конкретного человека. И через наши диалоговые площадки – это коалиция демократических сил, куда входит и неправительственный сектор, различные политические партии, и уполномоченные органы, то есть различные, депутатский корпус. Мы вместе с ними рассматриваем тоже проблемные вопросы. Есть у нас общественный совет МИРАС, есть общественный совет по поддержке предпринимательства. То есть благодаря этой работе мы… Главная задача – это консолидация и решение проблем населения. С совместными усилиями решать. Ну и главная наша работа – это еще наша реализация программы противодействия коррупции, где у нас есть общественные советы, их также 23 по области общественных советов по противодействию коррупции, где мы занимаемся формированием антикоррупционной культуры среди населения. То есть именно формированием нулевой терпимости. Эту работу мы активно проводим с нашим молодежным крылом ЖАСУТАН, потому что стараемся формировать в молодежной среде и уже дальше молодежные поддерживают. И они уже, мы эти мероприятия совместны на ЕРКМПКР, диалоговая площадка молодежная. Кроме того, мы устраиваем различные флешмобы с другими общественными советами по противодействию коррупции, активно работаем с акиматами области, акиматами городов и районов и с дисциплинарным советом нашим по противодействию коррупции. То есть вот эту работу и проекты реализуем, и эта работа совместно проводится для того, чтобы выполнить поручения лидера нации Нурсана Общественного Зарбаева. Каковы перспективы развития партии? У нас очень много сейчас, сейчас идет усиление вообще роли партии. Основная задача, которую поставила, это сейчас, если вы увидите, то мы работаем не только в электоральный период, не только во время выборов. Мы работаем активно в межэлекторальный период с различными социальными группами. Кроме того, мы, получается, сейчас очень много реформ и изменений идет и в самой политической партии. То есть мы активно активизировали работу депутатской фракции. Если раньше контроль за реализацией программы предвыборной платформы партии были задействованы всего 28%, но сегодня, на сегодня у нас 100% депутатов участвуют во всех этих процессах. И активизация идет самой внутри партии, то есть внутри партийная дисциплина усиливается. У нас принят кодекс этики члена партии, где прописано поведение и как вести себя должен член партии. То есть он работает над имиджем партии, достойно отстаивать интересы и решать те задачи, которые ставит глава государства. Помимо этого, у нас внутри идет усиление, мы сейчас нам усилили и штат, 22 кандидатуры, консультантов дополнительно в регионы и экспертные группы усилены. То есть мы более активно, общественно-политический мониторинг ведем активно. Ну и перспектива у нас сейчас формирования кадрового резерва из активных членов партии. Мы активизировали этот год первичных партийных организаций. Благодаря этой работе мы повысили статус и мотивацию первичных партийных организаций. И председатели первичных партийных организаций, мы их активно включаем в кадровый резерв. Это в представительные органы власти и в другие там по карьерной республике, в исполнительные органы власти. То есть на разных уровнях политической власти мы будем их поддерживать. Возможность также формирования кадрового резерва и для 50 лиц. У нас есть активные члены партии, узнаваемые, авторитетные. Мы их тоже включаем в кадровый резерв. И сейчас идет подготовка, естественно, к очередным выборам. И здесь будет работа обучения, семинары, тренинги различного рода проводим для тех, кто состоит в кадровом резерве. Хадиша Базароваевна, я хочу поблагодарить вас за то, что вы уделили время и ответили на вопросы. Большое вам спасибо за такой содержательный рассказ. Удачи вам и успехов в работе. Дорогие телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире Первого Карагандинского. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова